Рабочий визит в Муром губернатор начала с осмотра спортивного ядра парка 50-летия. В частности, посетила построенный стадион имени Виктора Лосева. Осмотрела новые раздевалки, познакомилась с тренерским составом и юными муромскими футболистами. Оценила новое освещенное поле. Вообще красота, посмотрите, сосны. Закрыто вообще. А вот и дворец наш. Ну давайте тогда что-то надо. Добавляйте им тогда. Мне поможет. Пусть сделает все. Тем более, сколько мальчишек тренируется. Это маленькая часть. По решению губернатора на замену искусственного покрытия футбольного поля в новом году из бюджета области будет выделено 12 миллионов рублей. Посмотрели, как вы тренируетесь. Мы добавим сюда Евгению Евгеньевичу 12 миллионов. Получше чуть-чуть поля будет у вас, чтобы вы тренировались хорошо. Место хорошее. Стадион хороший. Вот. Должны быть результаты. На прощание юным футболистам Светлана Орлова подарила новые мячи. После чего рабочее совещание переместилось в многофункциональный центр, где с 31 января начнут принимать заявления от граждан, которые планируют голосовать не по месту регистрации. Любой избиратель сможет проголосовать на любом избирательном участке, где он будет находиться в день выборов, но предварительно написав заявление в период с 31 января по 12 марта 2018 года. Предстоящим выборам президента Российской Федерации было посвящено и закрытое расширенное совещание с председателями избирательных комиссий и руководителями структурных подразделений. Всего 18 марта в округе будут работать 68 участковых избирательных комиссий. Особое внимание уделялось их доступности в том числе и для маломобильных категорий граждан. Отдельный вопрос по переносу участков со второго этажа на первый этаж. 22 избирательных участка в округе будут перенесены со второго этажа на первый. То есть ни одного участка на втором этаже в округе не будет. Глава округа Муром Евгений Рычков заявил, что в день выборов для удобства граждан, проживающих далеко от места голосования, будет организован транспорт. Будет также организован регулярный маршрут транспорта. На этот день голосования, допустим, чтобы из Нежиловки можно было доехать спокойно до ЦВР. Расстояние там почти более двух километров. Понятно, что пешком не дойдешь, на машинах не доедешь, но не все приедут. Поэтому это будет сделано там, где необходим подвоз людей. Избирком администрации округа и района сделают все необходимое для того, чтобы каждый муромлянин без проблем смог принять участие в предстоящих выборах президента и реализовать свое конституционное право. Принять участие в выборах – это гражданский долг. А вот за кого поставить галочку в бюллетене – это уже личное дело каждого. Ольга Килешина, Александр Барсуков, Новости Муром.